Идите и научите все народы. Именно этими словами из Священного Писания руководствуются миссионеры Кызыльской епархии, которые по приглашению читинцев прибыли в Забайкалье. Что такое миссия? Могут ли проповедовать обычные миряне? Формы, методы и плоды миссионерской работы – эти темы рассматривались на двухдневном семинаре. Среди слушателей собрались прихожане храмов, волонтеры, сотрудники миссионерского и молодежного отдела в Читинской епархии. Особое внимание было уделено квартирной и уличной миссии, то есть православной проповеди не в храмах, а на улицах и в квартирах жителей. Если бы мы говорили об уличной миссии в Русской православной церкви еще лет 15 назад, то это было чем-то действительно новым. Но сейчас этим делом, которым занимались апостолы, уже во многих епархиях занимается не только молодежь, есть разные миссионерские движения. И уже, скажем так, в Москве этот стереотип разрушен, в некоторых других епархиях разрушен. Поэтому, мне кажется, дело времени мы сеем только лишь, а плоды – это регулярность нашего дела. Есть определенные проблемы, можно сделать какую-то аксу, один раз сходить, два раз сходить. Но чтобы регулярно этим заниматься, нужно прикладывать очень много усилий, трудов, нужно вести регулярную церковную, духовную жизнь напряженную. И это и есть уже плод, что человек благодаря миссии сам начинает духовную жизнь вести. Потому что без этого, без регулярного причастия, без каких-то аскетических упражнений, человек очень быстро сломается и бросит это дело начатое. Кызыльские миссионеры несут слово Божие в республике Тува уже пять лет. За это время накопили богатый опыт, который оказался интересен начинающим проповедникам Забайкалья. Таким переломным моментом в миссии в Туве было создание такой тувинской общины-группы внутри храма, внутри собора, благодаря которой тувинцы, которые приходили в храм, не ассоциировали православие с чем-то русским. То есть они видели, что есть, оказывается, их соотечественники православные, и поэтому уже по-другому воспринимали это. Ну, какая-нибудь тувинская бабушка взяла и привела людей к Христу. И пока образованные люди собирают конференции. Вот в этом и, понимаете, живость. Послание апостола Павла говорит, что Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Апостол говорит, посмотрите на себя, кто вы, много ли из вас мудрых? Нет. Миссионеры – это простые люди. Как заговорить с незнакомым человеком? Что говорить крещеному, а что некрещеному? Такие практические вопросы интересовали четинцев. Во многом ответы были неожиданные. Например, главные качества миссионера – смирение и готовность к скорбям. А вовсе не дар слова. Когда человек имеет какой-то дар, он начинает опираться на свой талант, то это слово теряет свою силу. И уже человек надеется на себя и остается без помощи Божией. После первых лекций миссионеры сразу решили попробовать себя на практике. И как христовые апостолы, распределившись подвое, отправились к людям проповедовать по квартирам и на улице. На второй встрече делились мнениями, обсуждали итоги этого практического занятия. А забайкальцы пригласили гостей поучаствовать в акции «Ночь в храме», которая проходит второй год и включает экскурсию по Кафедральному собору, ночную божественную литургию и беседу за трапезой. Два дня общения оказались очень плодотворными и насыщенными для миссионеров обеих епархий. И без сомнения сотрудничество будет продолжаться. Студия «Слово» Забайкальской митрополии. Субтитры создавал DimaTorzok